Парабапам бай бай ба ту-ду-ду-ду-ду Итак, сегодня я решился пройтись по каналу Так, немножечко вам рассказать, что чё как творится Значит главное у нас эффективность недавно загруженных видосов Я доволен, четвертое место из десяти просмотров 293 Средняя продолжительность просмотра Четыре минуты из, по-моему, где-то тридцати Ну что, как говорится, голубам по Европам Поскакали, поскакали Вот и всю, всю свою жизнь мы вот так вот и скачем Я тоже такой же, поэтому тут не будем кого-то чего-то Аналитика по каналу, подписчиков 28 383 За 28 дней 217 Просмотры за последние 28 дней 33 тысячи упали на 22% Время просмотра часы 3000 упали на 18% Доход, доход, доход 34 доллара 70 центов поднялся на 2% вверх Так, лучшие видео за последние 48 часов, я доволен Далее простатит, как от него избавиться Геморрой его вылечил Так, видео Ну, видео, спонсорское видео Оздоровление Эдуарда, часть 9 И я думаю, я думаю еще одно видео сделать Потому что везде должна быть какая-то вот, знаете, временная норма Если она не соблюдается Поэтому все надо соблюдать В 10-е и мы закончим То есть грибок, грибок, стоп Мы сейчас говорим только о грибке стоп Практически ликвидирован, стопы чистые Я в этом видео, в 10-м оздоровлении Эдуарда Представлю стопы, когда они были, так сказать Вот когда грибок повалил с них Что это было? Какое-то кровавое месиво И вот, концовочка Далее пойдет, далее пойдет Очень интересное видео 27-дневный голод В мельчайших подробностях Только на спонсорском канале В плейлисте Будем так говорить Та-рам-да-тай-ра-там Про листы не будем Аналитика Нажмем аналитику Вот что нам пишет YouTube За последние 28 дней Ваши видео набрали 33 тысячи 49 просмотров Обычное количество просмотров на канале За 28 дней составляет 66 тысяч 100-90 тысяч 200 просмотров То есть в просмотрах минус Ну, и вот смотрите Меня, как автора Кстати, я, ведя свой канал Стал лучше понимать телевидение Что там у них творится Там мрак Надо гнаться за телезрителем И в угоду ему делать все Все, знаете, вот буквально таки Ложиться и так, и этак, и по-всякому Лишь бы зритель смотрел Лишь бы зритель не уходил с канала То есть, ну вот Вообще какой-то мрак А я такой, знаете, несколько не капризный А своеобразный автор Мне интересно снимать свое Что меня волнует Понимаете, что меня волнует Вот телевидению надо Чтобы привлечь зрителей Так мы, сказать, вот Немножечко отвлекаемся Им надо Что вас волнует Что вас волнует Что, вот чем надо привлечь Заманить и так далее Лишь бы вы посмотрели Там рекламу, значит, под это все дело Подпихнули И в результате канал там живет Как телевизионный, так и канал ютубовский А вот я, понимаете Такой в основном человек И тут большой философский смысл А я делаю то, что меня интересует Чем я занимаюсь Ну, если вам не интересно Если вам это не надо Не важно, пожалуйста, смотрите Но, пока, так сказать, мы тут разгоняемся Вот что такое жизнь И для чего она нам дана Человеку Я вот сейчас понимаю На 67-м году Понимаете, только я стал понимать Понимаете, понимать Что далеко не все люди понимают А зачем они вообще живут Что можно за эту жизнь сделать Такого полезного Именно для себя Чтоб это было полезно и для других Что надо сделать Для того, чтобы Эта жизнь для тебя Не оказалась прожитая Мучительно неправильно Это большой вопрос И непонимание люди вот мечутся Туда-сюда, 5-10-е, 3-е, 20-е Но не будем дальше распространяться Итак, у меня, значит 33 тысячи просмотра Что, значит, практически в два раза меньше Минимального И в три раза меньше максимального Вот он график у меня Тут я не знаю, видите вы или нет Подписчики Вот они у меня Просмотры за 48 часов Вот они 2470 просмотров В реальном времени График Ютуб мне подсказывает Ютуб, понимаете Ютуб подсказывает Почему просмотров стало меньше За этот период ваши люди Привлекли менее широкую аудиторию Это значит, что зрители Реже приходили к нам Из рекомендаций И быстрее прерывали просмотр Вообще, знаете Делаешь видео И вот некоторые вещи Особенно там касающиеся Жизни, здоровья Если ты хочешь в этом деле преуспеть Там должно быть тщательно По полочкам Что-то там разложено Что-то там такое, знаете Что надо смотреть и вникать С первого раза С первого раза Вот я занимаюсь Гравитационной гимнастикой Уже полгода Я сделаю отдельный видос На эту тему Что-то с первого раза Ты смотришь А это я Который очень наблюдательный Очень, значит Вникающий в мелоча Хватающий Главное И я пропускаю Тем не менее Потом я просматриваю Еще разок это Не спеша Вот, знаете Если это видео Там двухчасовой Значит я смотрю Полчаса Потом прерываюсь И далее продолжаю То есть я не пытаюсь Это все просмотреть За один раз И нахожу что-то новое То, что Мне оказывается Нужным То есть на первом этапе Тебе допустим Ага, нужно вот это Ты это взял там Все А дальше Что-то тут вот Не получается Так, как сказано там Какая-то имеется Фишечка Какой-то имеется секрет И вот этот секретик Только где-то там Может промелькнуть Или намек на него Промелькнуть в словах В разговоре Которые даже Не относятся к этой теме И ты его хватаешь Вот И благодаря этому Ты прогрессируешь А тут Видос Четыре минуты Получасовое видео Нормально И что вы хотите получить Вылечить вот этот геморрой Да Что там Вылечить простатит Рецептик мне там От геморроя От простатита От геморроя Вернее так сказать Геморрой может возникнуть От тысячи причин У человека Простатит От тысячи причин То же самое по женским заболеваниям. Тем более, тем более, мы с вами, вот нас рассматривают, как, знаете, какой-то конвейер. Люди там рождаются, цмык-цмык-цмык-цмык-цмык. Да, если посмотреть на жизнь обыкновенного человека, вот так и происходит. Цмык-цмык-цмык-цмык, он родился, там женился, наплодился, старость и все, его не стало. И новое там дальше. А если рассматривать жизни каждого отдельно, каждый человек отдельно ощущает ту или иную ситуацию, он имеет тот или иной опыт, он имеет совершенно различный организм. И все у него похожие вот эти вот заболевания возникают от различных причин. И когда мы даем усредненный какой-то рецепт, не скрою, кому-то там и поможет. Но большинству, большинству из нас, у нас у каждого свое. Важно в этом деле разобраться. И насколько я понимаю, разбираться не хотят. Но не хотят и не надо. Та-ра-па-пам-па-пам, та-ра-па-пи-би-пам, та-ра-па-пам-па-па-па-ра-па-па-па. Что мне советует YouTube? YouTube это те же люди, средний уровень, все эти такие, знаете. У них в голове, у более высоких дядей, остальные там подручные. Купи-продай, чтобы это все, знаете, через канал шел поток прибыли к ним. Значит, почему просмотров стало меньше? Ага, это было, да? Значит, что они советуют? Вместо того, чтобы сфокусироваться на видео, привлекающих мало зрителей, то есть то, что меня интересует, проанализируйте популярные ролики про геморрой, про статит, еще там чего-то, керосин там, допустим. Как вы узнаете, какие темы и форматы интересуют аудиторию? Узнайте, как расширить аудиторию канала. А вы знаете, мне, ну, конечно, по большому счету интересно расширить аудиторию канала, но мне ее интересно расширить за счет думающих людей, которые стремятся работать над собой. Они просматривают видосы, так 4 минуты, бджики, все, дальше побежал, где еще, 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 еще смотрю. Потому что основная, основная, будем говорить, часть, это работа. Вот что-то ты узнал. Вот многие говорят о дыхании бутейка. Чтобы дышать там по дыханию бутейка, ты должен раза 4 в день, где-то по 30 минут заниматься через равные промежутки времени. А это уже влечет, чтобы ты стал дисциплинированный. Много других факторов. А какой-то самодисциплины. Да ты там влез в этот, допустим, интернет, и что-то там читаешь. Ох, то, все, все. Ох, акула 20 метров. Ох, акула 40 метров. Да это все фигня. Акула 100 метров вот там была замечена. И вот эти вот видосы интересуют. Тарап-дуру-бдуру-бум. Тарап-пу-пум-бум-бум. Та-ру-пу-пу-пу. Лучшие видео за выбранный период. Вот, по-моему, их 10. Итак, простатит, как я от него избавился. Вот я от него избавился, понимаете? А люди смотрят и не понимают, а как же избавиться? Столько всего рецептов, а простатит, как был, так и есть. Метод Будейка. Дышать надо, понимаете? Дышать, если вы хотите. А не просто прочитал и думаешь, что все остальное там нормализовалось. И столько спорят. Это, по-моему, стрим. Далее у нас опыт 10-летней эксплуатации Lexus GX 470. Его уже продал 3 года назад. Потом опять стрим от 14 сентября идет. Как поживаете от 12 сентября. Потом еще стрим. Геморрой я его вылечил. Вот я его вылечил и все. Но для этого надо знать, что, от чего, как возникло. И все это делать, делать. И делается это, знаете, не лекарствами, не операцией там тебе сделать. А наживаем мы с вами образом жизни. И вот поняв пагубность нашего образа жизни, почему он надулся. Сделать так, чтобы он не надувался. И он сам, глядишь, и втянется назад. Про керосин разъяснение. Про этот керосин уже столько. И книгу я выставил. И все такое. И все смотрим, читаем. И вдобавок спрашиваем. А такой керосин, не такой керосин и так далее, и тому подобное. Но это, говорит, нету самостоятельности. Ну, нету самостоятельности. Нету самостоятельности, значит, ничего толком и не будет. И будем мы с вами этот керосин покупать. Вместо того, чтобы взяли этот керосин в лавке. Наложили туда грецких орехов зеленых. Вот сейчас как раз кожура с них начинает спадать. Вот эту именно кожуру. И настояли, и пили. Нет, будем покупать. И тренинг, новое видео. Тренинг за 21 сентября. Перейдем к комментариям. Так, значит, я доволен. Наташа, значит, говорит. Молодец, уважаю вас. Спасибо, Наташа. Артем Федоров, молодец. Многим молодым. Может фору дать. А вы знаете, я вылажу не для того, чтобы фору дать, а чтобы вы... Ну, пускай там на моем примере. У каждого там есть тот или иной какой-то пример. Понимали, как можно работать над собой, чтобы не запускать свой организм. Да, было время. И я его запустил. Как только я начал заниматься, это были в 80-е годы прошлого столетия, я вам показывал, какой я был стройняшка. Гибкость-мибкость. Лотосы-мотосы. Закрытые, открытые, да, делал. И все такое. В снегу валялся. А потом потихонечку все это дело, знаете, подзабылось. Несколько иной этап был. Там и дом построился, и книжные эти дела, и потом телевизионные дела. И все это откатилось, а. И здоровье тут как тут, знаете, только раз прижало по суставчикам и по другим вещам. Так, поэтому я вылажу не фору дать. Не надо мне там фору. Я должен быть доволен сам собой. И вот это очень большое значение имеет. Раньше, конечно, да, кто-то там больше тебя там поднял, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Но важно, важно, не то, что кто-то больше тебя поднял, тем более, если ты не соревнуешься. А чтобы ты внутри себя выглядел достойно. И ты был этим доволен. Доволен тем, что ты, вот я сейчас на 67-м году жизни, что это я своими руками и своей головой сделал. В конце концов, вчера, по-моему, я жал, выжил эти несчастные 80 килограмм, которые там в 22-23 года я одной рукой поднимал. И не считал, что это какой-то рекорд. Но я эти 80 килограмм уже давно не поднимал. И когда я попробовал там где-то после 60, я столько там не поднял. Вот я, по-моему, поднял где-то на 8 или на 9 раз. И все. А уже прошло столько времени. Столько было всего, от чего я избавился. И я опять это поднимаю. И чувствую, что есть потенциал еще. Вот это меня интересует. Далее. Декабрь. Спасибо за интересную передачу. Далее. Светлана Кузнецова говорит. Восхищаюсь вами. Спасибо. Роза. Я доволен. Спасибо, что вы бескорыстно делитесь своими знаниями и опытом. И знаете, и делился. И было бы интересно. И все это было. Одно время. Я выпускал по 2, по 3 ролика за день. Есть и темы. Есть и все, все, все. Но видя такое отношение, получасовой ролик за 4 минуты, как-то, знаете, думается, зачем? Вот просто деньги зарабатывать тупо. Тогда возникает вопрос. А для чего ты живешь? Ведь жизнь – итог жизни. Что ты должен в ней сделать? Именно для самого себя. Когда ты можешь получить, вы знаете, вот человек получил профессию. Вот, допустим, я был начальником спасательной станции. Отличная должность. Сам себе хозяин там и все там такое есть. Более-менее какие-то там деньжонки. Да и продолжай. Я ушел. Для того, чтобы заниматься своим делом, которое мне нравится. Раскрытие своих способностей. Раскрытие своего потенциала. И в результате я стал зарабатывать намного больше, нежели я бы вот так вот проработал всю жизнь. И вот буквально-таки вчера был эпизод. Ко мне подошел мужчинка, ну, сынок мне, говорит, как же он сказал, дядя или... Ну, как-то обратился так. Честно скажу, говорит, дайте мне похмелиться. Денюшек. Я не дал. И он тогда дальше продолжил разговор. Вот я, мол, 3 месяца или 2 или 3 месяца, как там, не имею там работы. Ну, не имеешь и не имеешь. Я примерно в 1991 году уволился с начальника спасательной станции, в которой я бы работал и работал. Начальство меня там поддерживало. Для того, чтобы зарабатывать еще больше. И я по сей день являюсь безработным с 91-го года. Несмотря на то, что я заработал на пенсию и так далее, и того подобное. То есть я сам поплыл и погреб. Ну, здесь все говорят о том, что молодец, молодец, поднимаешь, я доволен. Так, спасибо за пояснение, доктор. Прокурсивное разъяснение. Далее, далее, далее. Молодец, спасибо за открытость. Речь идет о гипертериозе, чрезмерно поте не беспокоят последующие. Отчистки печени могут улучшить состояние? Я думаю, что могут. Это спрашивает Георгий. Но, Георгий, важно понимать, вот у вас все было нормально. Потом что-то произошло, и вы стали потеть. Надо вспомнить, вот что это произошло такое, чтобы вы подействовали именно на это. Потому что человек начинает потеть, вот такое, значит, обильное потоотделение, от множества причин. И вот так вот что-то советовать не понимая. Я уже сейчас понимаю, давно стал понимать, что мы все разные. Мы все по-своему нажимаем вот эти вот отклонения и болячки. И нет чего-то усредненного. Надо конкретно с этим человеком поработать. Вот как я с Эдуардом. И тогда будет толк. Поэтому надо вспомнить, с чего все начиналось, и подействовать на это изменением своего образа жизни, чтобы без всяких лекарств, без всего. Потому что мы думаем, что сейчас лекарство принял, и нормально там станет. Нет, не нормально станет. Может, на время какое-то. А дальше, как оно было, так опять съедет. Поэтому вспомните, что было. И вот это постарайтесь изменить. Кончается у нас время, время 25.51. Это я смотрю, да? Вот сода, голод, бытовое применение. Вот, Лера. Изжогу снимаю прополисом и так далее. Снимается боль. Опять-таки, а я ничего не понимаю. Изжоги нету. Благодаря тому, что я исключил те продукты, которые у меня вызывали изжогу. И совсем недавно я решил попробовать опять этот продукт поесть, который у меня, это поджарка томатная, вызывал там изжогу. И более того, он приступ этого самого, поджелудочный вызывал. Вот, я съел и ничего. То есть потихонечку все укрепилось. Надо быть наблюдательным. Ну вот, люди говорят, что начинают принимать. В детстве страдал ангиной. Что он делал? Прошло 20 лет и ни разу не болело горло. Это Бауржан, черный пастух. На видео ангина, час четвертая. Вот у кого есть такие проблемы, необходимо, вот, пожалуйста, почитать живой опыт и применять его на себе, на себе применять. А теперь кончается этот самый. Заряд у батареи. Не одно, так другое. Так, рак, так, 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 так. Так, так. Субтитры создавал DimaTorzok Самое интересное, комментарии есть, потом ты хочешь их вновь посмотреть, и куда-то они исчезают. По памяти, значит мне на видео о том, что кашу есть соленой, а не сладкой, то есть о раздельном питании, был такой ответ, да плюньте вы на это раздельное питание. Наоборот, для некоторых, вот особенно там качков, которые качаются, там такие замесы делают, и не поправляются, и все нормально. Вот я хочу сказать здесь кратко, потому что смотрите на убыстренном этом просмотре. Следующее, смотрите, раздельное питание, будем так сказать, в чем его практическая суть. Коснемся той же каши. Вот вы съели кашу, вот одну кашу съели, и у вас все нормально. В смысле, нету никакого газообразования, нету там ничего там такого. Это говорит о том, что все нормально. Далее, следующий вариант. Вы съели кашу, которую приправили сладким. Допустим, метком, сахарком, вареньем или еще что-то. Съели и нормально. Все нормально, все восприняло хорошо. Но если у вас после приема чего-либо, ну, допустим, вот такой каши, возникает газообразование, вот это как раз и указывает на то, что вы, скорее всего, неправильно сочетаете продукты питания в одном приеме. В результате у вас, вместо того, чтобы должно идти, возникает там брожение, газообразование и так далее, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Вот тут-то и надо придерживаться раздельного питания, понимать, почему это произошло, почему. И можно далее, знаете, так сказать, ну и что, что человек там пукает, газы там образуются. Ну и что, так многие живут там, поели потом там, пук-пук, пук-пук, да и... О чем это говорит? Это говорит о том, что идет разложение уже бактериальной флорой, и флора эта может быть недружелюбной вашему организму, и, скорее всего, она недружелюбная. И что вот это постоянное подкармливание вот этой вот микрофлоры приводит к тому, что со временем из нее образуется колония устойчивого образования, которая, которая потихонечку приводит к онкологии. Что касается теперь спортсменов, я сам, вы знаете, мастер спорта по тяжелой атлетике, набирал вес, ел всякую, 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 всячину, и, как бы сказать, и нужную, и ненужную, лишь бы вес рос, и в огромных количествах, и все это наблюдалось. Ну и что? Вроде был здоров, вроде был силен, все это было. И вот тут получается, что переизбыток ведет к тому, что со временем что-то развивается ненужное, вредное и даже смертельно опасное. Но мы к этому особо не прислушаемся, потому что в юности нам надо набрать вес, мы там, допустим, протеиновые смеси едим, разные там батончики, которые намешали, все нормально. Но вот мало кто, как бы сказать, задает вопрос, да, вроде хорошо, 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 вот о том, а как работает его желудочно-кишечный тракт, нормально ли все. Есть редкие люди с хорошим пищеварением, у которых все это нормально проходит. Это вот я сейчас обращаюсь как раз к юным качкам, которые думают набрать там мышечную массу и так далее, за счет там питания. Питание, конечно, важная вещь, но вот это все это обилие ведет к тому, что да, с ростом и мышечной массы, с ростом, допустим, и силовых показателей происходит и, у большинства причем происходят, и какие-то вредные изменения. Человек считает это побочные, так сказать, вещи, которые происходят, главное, результаты растут, все, я этим доволен. Но жизнь человека не кончается только спортом, вот какой-то промежуток, там он один пять лет прозанимался, другой десять, третий, там двадцать, четвертый, еще там больше, что в конце концов все это аукается. И в основном, когда вы будете принимать вот эти все смеси, спортивное питание, протеин и прочее, 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 загружать в свой организм, следите за одной вещью, которая характеризует правильно, вы приняли пищу и все у вас нормально или нет. Это брожение с образованием газов. Если вы едите и все у вас нормально, ну и продолжайте. Но если же возникают вот такие явления, как газообразование повышенное, а дальше за ним последуют там разного рода ангины, разного рода простуды, разного рода суставные заболевания и прочее, 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 это говорит о том, что вы, увы, неправильно сочетаете и принимаете пищу. Вам надо это дело пересмотреть для того, чтобы в пожилом возрасте, а человек живет и в пожилом возрасте, ему также хочется любви, он и может любить, и силы есть для этого. А если правильно все делать, силы будет еще больше, это я уже со своего опыта вам говорю. Жизнь продолжается, она имеет свои, как бы сказать, положительные стороны. Не только юность, в которой вы хотите выглядеть, а вот именно уже и старость. Чтобы вам не было мучительно больно за вот все вот это, соблюдайте раздельное питание. И я вам сказал критерии его, чтобы не было газов, и все будет окей.